Вы знаете, я хотел поделиться, для имама, перед тем, как он готовится к пятничной проповеди, самое тяжелое, что? Это выбрать тему, о чем говорить. На прошлой неделе об этом говорил до этого, про это, чтобы не повторялось. И иногда бывает такое, что когда тебе задают вопрос, и это и есть, аль-хамду-ля, ульван для ль-хутба, это и есть именно тема, которую бы ты хотел раскрыть. Помилос Аллаху, Субхану Та'Алли, вчера только вечером мне повестили, что мне нужно проводить пятничную проповедь, думал, о чем говорить, а до этого мы были, позавчера прилетели с Мустафой Хазрат из Дагестана, аль-хамду-ля, ма-шаллах, вообще на Кавказе, в Дагестане, во всех, аль-хамду-ля, очень щедрый народ, аль-хамду-ля, аль-карам-на-азим, великая щедрость, ма-шаллах. Я говорю, ваши сердца открыты перед тем, как вы открыли свои двери. Поэтому, и там один брат задал вопрос, аль-хамду-ля, Аллах, Субхану Та'Алли, ему дал многое из этой жизни, из риска, у него большая компания, которая занимается финиками Аджива, и он спросил, аль-хамду-ля, многое знаю, что они много расходуют на пути Аллаха, Субхану Та'Алли, много, аль-хамду-ля, помогают нуждающимся на пути Аллаха, Субхану Та'Алли. И он задал вопрос, и этот вопрос сегодняшний будет темой хутбы, иншаллах. Я ему говорю, он задает вопрос, вот я зарабатываю, аль-хамду-ля. Аллах дал мне много риска, дал большой удел. Но когда мы читаем хадис пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, где, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, Самая низшая степень в раю будет, когда человек зайдет в рай, Аллах, Субхану Та'Алли, обратится, как в достоверном хадисе, этому человеку скажет, Самая низшая степень в раю, мы знаем, саллаллаху алейхи вассалям, когда то, что глаз не видел, ухо не слышал, и человек даже представить не может. И когда зайдет человек в рай, самый высший Альфердаус, Самая низшая степень в раю, Аллах обратится, Субхану Та'Алли, к нему, да, Аллах, чтобы все мы были высшие обитатели, высшие степени в высшей степени в раю, на самой низшей степени обратится, скажет, О, мой раб, тебе все богатство, вейджанна, все богатство, которое было в Дуне, и еще столько же, и еще столько же, и еще столько же, и в 10 раз больше. То есть представьте, всю эту жизнь, сколько нефти, сколько золота, сколько там бриллиантов, сколько серебра, сколько полезных скопаемых, то есть все, что в этой, на территории Азии, Африки, Европы, то есть получается, самый богатый правитель вообще ничто не имеет, по сравнению с обитателем рая. Тебе столько, и говорит, задаюсь вопросом, а стоит ли мне вообще работать? Стоит ли мне тогда вообще ради этого что-то стараться, время на это тратить? Может быть, мне все время отдать только читать намаз, изучать Кур'ан, и все, сидеть в мечети, больше ничего не делать. То есть где вот эта вот грань? Одна часть людей оставляет все и сидят только в мечети. Другая категория людей забывает об Аллахе, и думает, что риск от них зависит, от Невышнего Аллаха. Удивляешься, когда Аллах столько дал верующему человеку из богатства, и слышишь, когда то, что он хочет там, например, открыть завод по производству спирта, алкоголя. Субхану, зачем тебе это нужно? Аллах сделает. То есть уходишь в другую сторону. И также другая категория людей, которые не работают, не зарабатывают, это халяльная заработка. Но эта категория людей тоже, она, если без еды, без питья не может жить, правильно, пойдет тогда, что если не работает, куда вам попрошайничать, будет у других спрашивать. И потом их же порицает и говорит, вы много времени даете работу и так далее. Вот хотелось бы сегодня с вами поговорить, где вот эта грань между Дуния и Ахир, между усердием в Дуния и усердием в Ахир. И после этого напомнись нам, какие бывают причины для увеличения риска. В Коране, алхамдалль, все эти 17 причин, алхамдалль, все вы считаете из Коран, ну и на Биттертип, именно какие, Аллах см. Хадиты, посланник Аллаха, аят из Корана, что нам нужно делать для того, чтобы увеличить наш риск. То есть не должно быть Какое-то превышение И не должно быть Какой-то невнимательность В отношении Дунья И в отношении Ахирата Как говорят ученые Ученые говорят Что нарушение баланса В требовании Что-то старание Ради этой жизни Ради Ахирата Если баланса нет Было всегда И постоянно это является Одной из причин того Что человеку мешает росту Для того, чтобы достичь своей цели То есть не мешает росту Для того, чтобы достичь своей цели То есть человек может сказать Например, у него была цель Например, закончить университет Получить диплом Стать инженером Он оставил учебу и все То есть он неправильно понял Момент, как должно быть Правильно Согласно Курану и Суни Мы с вами сейчас узнаем Из аятов Курана Это ли требует Аллах Субхану и Та'ля От нас с вами Какой был путь Пророка Мухаммада Какой был путь Других пророков Сахабов и так далее То есть много людей Неправильно понимает Вот этот баланс Вот этот баланс В требования этой жизни Старания ради этой дунья То есть работа Учеба И цель Ахирата Чтобы достичь вечности Высшей степени Райскую обитель То есть бывает Из крайности В крайности Часто люди впадают И любой дефект Любой дефект Понимания Правильное понимание Приведет к ошибкам Большим ошибкам И искажению Того Что от нас с вами Хочет Аллах Субхану и Та'ля Любой Малейший Неправильный дефект Приведет нас К ошибкам То есть ради Что от нас хочет с вами Аллах Субхану и Та'ля Ибн Катир Знаете Тафсир Кур'ан Азим Великий Муфассир Когда сделал Тафсир Аята Субхану и Та'ля И это дуа Вы все знаете Когда мы просим Аллаха Субхану и Та'ля Сурата Аль-Ба'кара В 202 аяте Из дуа верующих Это самая такая Частая дуа Которую мы с вами Произнесим Во время талафа Между емельским углом И черным камнем Раббана О наш Господь Аяте Дуния Дай нам в этой жизни Самое лучшее Вечной жизни лучшее И спаси нас От наказания Ада Когда сделал Тафсир Он сказал Что касательно Хасана Где Всевышний Аллах Субхану и Та'ля Сказал О Аллах Дай нам в этой жизни Самое лучшее Хасана Хорошее Имеется ввиду В этой жизни Сюда входит Все что Человеку Необходимо Ради жизни В этой жизни В этой дуния Сюда входит Просторный двор Хороший дом Сюда входит Обширный удел Ризку Маси Ибн Кафир Тафсир делает Полезные знания Благие деяния Хороший Верховое Животное Хороший автомобиль Прекрасная Красивая одежда То есть Когда мы просим Раббана Атина Фиддуна Хасана Имеется ввиду Мы все вот эти вещи Просим у Аллаха Субхану и Та'ля Вечности Тоже дай нам лучше Имеется ввиду Вход в рай Самая основная цель Вечности Чтобы мы зашли в рай Чтобы Аллах защитил нас Судный день От великого страха И чтобы Аллах Спросил нас Легким спросом Судный день Это Ахира То есть Субхану Аллах Аллах Обучил нас с вами Любимые дорогие братья Чтобы мы должны просить Не только Ахирата И не только Дунья Атина Фиддуния Хасана Вафил Ахирата То есть Тавазун Уже баланс Есть баланс Дунья И Ахира Как Аллах Субхану и Та'ля Сказал в Коране В другом аете Старайся ради того Что Аллах Тебя уготовил В Ахирате Но не забывай Свой удел В этой жизни В этой Дунья С точки зрения Шариата Дунья Имеется ввиду Василя Какой-то путь Твой путь Мы живем в этой жизни Путь Чтобы достичь Цели Мы проходим путь Чтобы достичь Цели Также Заработать В этой жизни То, что нам Пригодится Для того, чтобы Исполнять Основную цель Основная цель Что у нас Зайти в рай Правильно? Чтобы ты поклонялся Аллаху Тебе нужно пить Тебе нужно кушать Тебе нужно одеваться И в шариате Усулю фикха В шариате Каждая вещь Обязательная вещь Без которой Ты не сможешь Достичь ее Совершить ее Эта вещь Становится для тебя Обязательной То есть Без омовения Можно читать Намаз Нет Омовение Брать Какую Хукму В шариате Просто взять Омовение Это Хасана Сухсунна Хорошее действие Но для намаза Фард И поэтому Фард не может быть Действительным Без омовения Поэтому Автоматическое Омовение Становится Фардным Также ты не сможешь Прожить без Питья Еды Одежды Для тебя Эти вещи Становятся Обязательным Для того Чтобы ты Смог дальше Продолжать И поклоняться Аллаху Субхану Ва-Та-Аля Но все равно Мы в глубине Сердца Должны Понимать То, что Дунья Это Мамар Это Как коридор Который Мы проходим Ахират Это Последняя Точка Дунья Это Коридор По которому Мы идем И мы здесь Должны Кушать Пить Одеваться И так далее Работать Но основная Точка Финальная Точка Кажда Верующая Это Дар Ахира Поэтому Аллах Субхану В Коране Сказал Если ты Завершил Какое-то Дело То Заново Начни Трудиться То есть Бывает Человек Какое-то Дело Сделал Устал Все Оставил Больше Не буду Работать Больше Не буду Что-то Делать Аллах Субхану Начни Делать Другое Поклонение И Будь Устремлен К своему Господу К Аллаху Субхану В Та'але И вот Это Очень важная Вещь Когда Люди Отдаляются От Пути Пророков Когда Люди Отдаляются От Религии Аллах Субхану В Та'але В этот Момент Дунья Становится Для них Основной Осью Вокруг Которая Они Вращаются То есть Ахират Забывает И только Дунья 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 И все Полышается Поэтому Субхану Удивляющийся У человека Все было Хорошо Баракат Он берет В харамные Дела Лезет Он уже Ослеп И вокруг Дунья Вокруг Дунья Это Становится Ось Вокруг Которая Он Вращается И в этот момент Люди Становятся Рабами Этой Дунья Рабами Этой Дунья То есть Опять же Раб Дунья Когда Например Человек Обманывает Во время Торговли Когда Например Говорит Что-то Продает Что-то Скрывает Какой-то Дефект Все Он уже Поглощен Абаллах Забывает И уже Становится Рабом Этой Дунья Дунья Дунья